Рана получается у него на паравом крыле. Вот тут вот ветеринары каждый день его ловят, осматривают и прыскают специальным средством. Летать серая шейка уже больше никогда не сможет. Крылья, говорит орнитолог, птица повредила, налетев на оголённые электропровода. Так нередко бывает с неокрепшими птенцами. Лебедь-шипун – это тяжёлая птица. Когда птенцы начинают учиться летать, они разбегаются по воде и размахивают крылья. И немножко у них координации нет, и они могут повредить себя. Некоторые налетают на камыши, на деревья, на ветки. Раненого лебедя нашли в Сюмсинском районе жители деревни Верхьюз. Птенца забрали и сообщили об этом в зоопарк. Сейчас серая шейка на карантине. Этот лебедь очень спокойный. Все корма задаваемые, он проедает полностью. Когда мы заходим его кормить, убираться, он очень спокойный, подходит, общается с нами. Выхаживать таких краснокнижных орнитологам приходится часто. Сегодня здесь живёт шесть спасённых лебедей. В зоопарке есть даже специальный стенд с историями спасения птиц. В 2019 году у нас был такой случай. В Винском районе подстрелили лебедя и оставили его умирать на пруду. Но жители у Винского района, они молодцы, они его взяли к себе в дом, сообщили нам. Увидеть серую шейку посетители смогут лишь весной, когда она станет большим белым лебедем. Имя уже придумали Верхьюз. Имена всем спасёнышим сотрудники зоопарка дают под названием местности, где их и находили. Светлана Буланова, Василий Хохряков. Новости.